Лену я не так давно знаю, если честно, и скажу вам больше, что я с ней никогда не работала. Она мне очень интересна стала в какой-то момент. Я стала следить за ее инстаграмом и за ее творчеством. И смотря на то, что Лена кажется очень веселой, легкой и позитивной, какой она и есть, при этом в ней такой же скач сидит, такой мужик, который ставит цели и добивается. Это очень круто. Она огромный профессионал своего дела, она работала с многими звездами, о каком я даже не знала. Она сделала мне мейк. В общем, мне очень понравилась Лена, я от нее зарядилась позитивом. И знаете, после интервью с ней я поняла, что все возможно, потому что она прошла такой путь, который очень вдохновляет. Посмотрим с ней интервью. Лен, привет. Здорово. Спасибо тебе за макияж. Спасибо тебе, что ты доверилась. Я знаю, что ты из Ростова-на-Дону. Да. Во сколько лет ты переехала в Москву? Это было 10 лет назад. Мне было ровно 25 лет. Пригласили. Они говорят, приезжай-ка ты сюда. Я говорю, да ладно. А ты переехала уже состоявшим визажистом? Нет, я вообще мейкапами не занималась. Я занималась только волосами. Я участвовала в конкурсах и очень успешно. И поэтому они меня пригласили. Мне повезло. И на съемках я часто работала с хорошими визажистами. Так. И я делала волосы, а они делали мейкап. И я потихонечку так смотрела, какие кто продукты использует, да, что делают в принципе. И я так нигде не получилась. Вообще? Вообще-то, к сожалению, я не знаю. Да, вообще-то совершенно... Ну, Инстаграм сейчас очень хороший учитель на самом деле. А вообще у тебя есть образование? Я несостоявшийся инженер-эколог. Хорошо, что ты им несостоялась. Я знаю, что ты хотела эмигрировать, но твоя бабуля вдохновила тебя на то, чтобы ты освоила какую-то профессию руками. Скажи, пожалуйста, куда ты? В Германию? Почему ты туда вот эту не уехала? Потому что я эмигрировала в Москву. Ну, меня пригласили, и я не смогла отказаться от предложения поработать в столице нашей Родины. И плюс еще с Германией у меня возникли определенные семейные обстоятельства, которые не позволили мне, в принципе, в полной мере насладиться этой великолепной бергерской страной. А ты помнишь какой-то важный совет, который тебе кто-то дал, когда ты приехала в Москву? Ну, был один совет от девочки. Я не алкоголик, но мы отмечали ее день рождения. И я говорю, слушай, да не пойди ты завтра, не ходи ты завтра на работу, она говорит, Лена. Если я сегодня откажу своему клиенту, завтра он откажет мне. Я это для себя усвоила. То есть, если ты хочешь чего-то добиваться, тебе надо, короче, нормально так вкалывать. И лежать на диване, читать книгу о том, что вот сейчас высшие силы бог или что-то еще. Просто такой мешок денег, сертификат на звездное будущее. Такого, наверное, не бывает. И в какой момент ты поняла, что это успех? Да еще пока не поняла, потому что я не достигла той цели, которая меня интересует. Да, это понятно. Но, например, вот я на своем примере могу сказать, что когда я сняла свою первую обложку и случайно, заходя в магазин за продуктами, проходя мимо стенда, увидела свою обложку, меня как бы, ну так чуть-чуть я прослезилась, но потом подумала, что она несовершенна и пошла дальше. Но момент того, что ты как бы, ну, хоть чуть-чуть что-то сделал, что хотел, у меня случилось. Когда у тебя это было первое? Я просто еще ничего не сделала, поэтому для меня слишком маловато. Как только я устроюсь в то агентство, в которое я хочу, а когда я буду жить там, где я действительно хочу жить, наверное, иметь тот бизнес, который я действительно хочу. Сейчас это просто мои очевидные шаги. Поэтому я не могу тебе сказать, вот он, успех пришел, потому что я поработала с тем-то, с тем-то. Вот он, успех пришел, потому что у меня есть вот это вот. Это классно, да. Моя, конечно, цель, чтобы мои дети развивались и в нужной среде. Скажи, пожалуйста, дети и семья, они не утяжеляют путь? Конечно, тяжело. Но надо понимать, что дети – это супер мотиватор для мамы. Для нормальной матери дети – это хороший мотиватор двигаться вперед и что-то делать, собственно говоря. Ну, у тебя очень много перелетов, командировок, поездок. Как ты справляешься? Когда я только их перевезла, мне пришлось девочек, которые учились там в 10-11 классе, забирать моих детей, пока я работала тоже. У меня тоже так было. У меня тоже мама много работала, и поэтому меня забирала знакомая там какая-то старшеклассница. В том возрасте я как-то почему-то, хотя 25 лет, мне вроде надо было бы быть более мудрой, умной, но в тот момент у меня не было вариантов вообще. Денег не было и как бы возможности 15, естественно, не было. За квартиру я уже платить должна была сама. Но мне кажется, что в такие моменты, когда у тебя нет выходов, ты находишь всегда выход. Ну, то есть как-то оно всегда обладывается. Ты помнишь свою первую журнальную съемку, когда тебе доверили сделать макияж? Не помнишь? Не могу сейчас помнить. А может офисель какой-то? Да, офисель. То есть ты сразу стал делать макияж для офисель? Мне кажется, что да. Я-то начинала с ассистента пятого ассистента. Ну, кстати, это очень хорошо тоже. Это самое правильное наслоение информации, мне кажется. Когда ты ассистент, ты видишь всю подноготнюю, ты видишь другую работу совершенно. А когда ты типа опс сразу и пошел в гору, ты прекращаешь, как тебе сказать, ты не ценишь работу, ты не ценишь время других людей. Ты сразу взлетел. Ты не знаешь, ты не прошел вот этот сложный путь, который там подержи, убери. И вот это вот, когда к тебе отношения так, эй, ты, детка, ты мой ассистент. Когда ты проходишь вот этот путь, ты уже по-другому относишься к людям. Ты работаешь с нашими звездами. С Леной Перминовой, Викторией Бонней. Кто еще? У меня есть такой список. Хочешь посмотреть? Конечно, давай. Я тебе покажу. Это люди, с которыми мне приходилось как-то сталкиваться. Я оглашу. Леся Лохан, Анна Долоруса. Да, была. Была? Да. У меня была ситуация, когда я к ней опоздала. Я опоздала к ней на 15 минут. Ну, то есть я опоздала, собственно, на 5 минут, но пока я к ней поднималась в Мандарин Отель, я была в Нью-Йорке, я опоздала на все 15. Как это было? Во-первых, там же пробки и была какая-то демонстрация или что-то перекрывали в этот день. И когда я поднялась, она говорит, ну, типа, детка, это Нью-Йорк Фэшн Вик. Ты должна понимать, что, типа, 5 минут, ну, если это в 9, то это в 9. Это не в 9, 10. Да, в Нью-Йорк, да. Это не в 9, 15. Это не в 9, 0, 5. Это в 9 и все. Не, она вообще на лайте, она очень спокойная, очень прикольная. Мне она понравилась. Мы с ней перед этим работали уже, то есть у нас были контакты. А как так получилось, что ты работала с Ленси Лохан, с Анна Долоруссой? Ну, как и спасти. Через постель, ну, как всегда, да. Скучно. А план Б есть? Устроиться в агентство, которое работает со звездами. Алена Долецкая, это моя любовь. Мы снимали с ней для Apple и Incorporated. Это была большая-большая рекламная история. Была прекрасно, просто невероятная женщина с суперкрутой энергетикой. Кто тебе вообще запомнил с собой, вышла и прям почувствовала драйв? Такое происходит от Бони. При том, что она может тебе там дать совет по пути, как надо красить, она очень правильно заряжает тебя. Вера Брежнева. Угу, очень тоже интересная девушка. Мы несколько раз не работали, мы даже работали с ней в Италии. Мы были во Франции, она была на побережье, она была как раз в Италии. И так получилось, что нам удалось с ней поснимать. Прикольно ее семью. Это тоже очень значимо для меня. Это не просто фэшн-съемка, которая, ну, как бы в журнале, да, она остается. Но такие съемки, они запоминаются, ну, когда ты на отдыхе, да, когда ты в каком-то процессе снимаешь человека, то это, ну, другого формата работы. То есть это значимый какой-то процесс. По каким трем критериям ты можешь понять, что этот человек будет с тобой работать? Внешность очень важна для меня. Очень странно. Почему? Но красивые или харизматичные, интересные люди, она может быть не суперкрасотка, они всегда притягивают, ты хочешь смотреть, рассматривать. И я рассматриваю специалиста с точки зрения, вот, прям клиента. Как бы мне было с ней комфортно. Как она разговаривает, как она ведет себя, насколько она интересная просто, что в ней может быть такого, чтобы меня было зацепило. А если ты понимаешь, что она харизматичная, интересная, но ее нужно прям учить? У нее не хватает немного вкуса, таланта, и ты чувствуешь, что есть пробелы. Ты возьмешь ее на обучение? Или ты не станешь... Конечно возьму. Мало того, я тебе хочу сказать, практически 99% людей, которым хочется по-настоящему, по-настоящему хочется, которые через полгода не утеряют эту хватку. Полгода – это отличный срок для того, чтобы понять, стоит ли дальше продолжать с этим человеком сотрудничество какое-то. Как правило, через полгода я понимаю, что они стоят, остаются единицы. Да, к сожалению. У меня очень практичный вопрос. Допустим, у меня есть 20 тысяч рублей. Что мне купить на эти 20 тысяч рублей, чтобы я могла делать базовый макияж каждый день, ну и, возможно, один фантазийный на свидание. Фантазийный – это ты имеешь в виду? Ну, это, например, может быть, яркую помаду, цветные тени или яркий карандаш. Ну, что-то такое, что ты можешь сделать на выход. Какие вот на 20 тысяч рублей мне купить средства? Ну, давай. Смотри, абсолютно точно тебе нужно карандаш для бровей. Тоненький, чтобы делать очень легенькие такие волосковой техникой, скажем так, волосочки подрисовывать, бровки. Так, за 4 тысячи на палетку Бека Руж, который абсолютно тебе подходит, и она будет у тебя на любой случай жизни. Почему? Она с фиолетово-такими красными оттенками, приятными, которые подчеркивают твой цвет глаз. Они становятся ярче, более такие насыщенные, голубо-бирюзовые, скажем так. Вот. И имеют много прям нюансов, да, то есть ты можешь прям менять хорошо. От теплого к более холодным. Так, розовые, темные. 14 тысяч осталось. Тушь Шанель можно. Две с половиной, я и пользуюсь. Консилер – это такое средство, которое, в принципе, ты перекроешь и под глазами, и консилер от Estee Lauder. Я думаю, две с половиной тысячи он может точно стоить. Это хороший продукт. Главное, подобрать правильный оттенок, который тебе подходит. Как правило, это единичка, либо тройка. Я бы купила кисточку InBeauty однозначно. Та, которая для нанесения каких-то сухих теней. Так, ну и румяшка какие-нибудь, например, можно, можно, например, использовать либо тинт Becca, либо романовый мейкап, он более глянцевый эффект, даст тебе и на щечках, собственно, и на губах. Оттенок может быть Flower Arm. Flower Arm. Мы как будущие иммигранты USA тренируемся произносить правильно название. Хорошо, значит, нормально, на 20 тысяч рублей можно, да, закупиться, выжить. Ну что, давай блиц. Кем бы ты стала, если бы не была визажистой? Актрисой бы стала. Что бы ты сказала себе сейчас 25-летней девушке, которая переехала в Москву? Леночка, переезжай, пожалуйста, в Лос-Анджелес. Сейчас прям. Бери чемодан. Откуда ты берешь столько энергии? От солнца, я на моей планете, да. На планете солнце и Олег. Ты и Олег. Да. О чем ты думаешь, когда делаешь локоны? О детях могу думать, могу думать о... Мальдивах могу подумать, когда делаю локоны. Париж там, вспоминаю. Мужчины любят на лице, когда... Накрашены реснички. Красные губы идут только тем, у кого хорошая кожа. Счастье это? Счастье это, когда дети, близкие, родители, живые, здоровые. Чтобы стать профессиональным мизажистом, нужно... Нужно не смотреть ни на кого, а вдохновляться, возможно, картинами или чем-то таким вот творческим, творчеством, искусством настоящим. Вот такие советы нам дала Лена Ясенкова. Лена, спасибо тебе большое. Я тебе сказала, что это случки. Обнимаешься. Классно. Спасибо. Спасибо тебе. Было классно.